Здравствуйте! Сегодняшняя тема научно-методическое обеспечение финансово-хозяйственного контроля. План лекции – это первая методологическая основа финансово-хозяйственного контроля. Вторая – классификация научных методов приемов контроля, контроль на аудиторской проверке. Третья – характеристика основных способов документального и фактического контроля. Четвертая – оценка законности и обоснованности хозяйственных операций. Пятая – балансовая вязка в движении финансово-хозяйственных товарно-материальных ценностей. Метод контроля – это совокупность методических приемов и способов проверки исследований, хозяйственных деятельностей, ее нормативно-правового регулирования. Методология финансового контроля – это совокупность общенаучных и его собственных методических приемов и способов. В зависимости от цели контроля и состояния бухгалтерского учета, для оценки совершенных финансовых операций и хозяйственных действий используются различные по содержанию приемы документального контроля. Их классификация опирается на внутреннюю присущую контрольную последовательность действий и их логическую взаимосвязь. Рассмотрим основные приемы документального контроля. Тестирование. Тестирование заключается в получении ответов по заранее подготовленным вопросам об отдельных аспектах функционирования контролируемого субъекта. Результаты тестирования могут оформляться в виде различных документов, как анкета, тест, чек-лист. Формальная проверка – это установление соответствия документов образцам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Проверка полноты заполнения обязательных реквизитов первичных документов. То есть этот способ тестирования проводится для получения общих информаций об аудированном субъекте, то есть о субъекте, в котором будет проводиться контроль. При формальной проверке проверяется соответствие документов, установленных типичным образцам, и вся полнота реквизитов. Арифметическая проверка – это установление правильности арифметических подсчетов, выполненных при оформлении или обработке исследуемых документов. Здесь проверяется правильность арифметических подсчетов в документах. Юридическая проверка – это проверка соответствующей действующим законодательству финансовых операций и хозяйственных процессов, отраженных в документах. Нормативная проверка – это установление соответствия совершенных операций действующим правилам, требованиям устава или учредительного договора, также выявление отклонений от утвержденных проектов, смерт, норм и нормативов. Экономическая проверка – это определение экономической целесообразности выполненных операций, а также влияние результатов этих операций на итоги хозяйствования контролируемых организаций. Логическая проверка – это способ изучения хозяйственных процессов посредством сопоставления взаимоотвязанных финансовых и производственных операций. Например, отраженных в первичных документах и отчетности объема выпуска продукции может быть сопоставлен с производственной мощностью цеха, технологического оборудования и т.п. А объем перевезенного груза с вместимостью тары, в котором перевозился, с грузоподъемностью транспортных средств, привлеченных к перевозке груза. Например, соответствия заработной платы, начисленным рабочим сделчикам, количество и объема выполненных ими работ. Проверяется также сопоставлением данных за определенный период о сдаче продукции отдельными бригадами на склад с данными о выработке, принятыми для расчета заработной платы исследуемой категории работников. То есть таким способом проводится логическая проверка. Также есть метод встречной проверки. Это с лечением первичных документов или учетных данных проверяемого субъекта хозяйствования с одноименными или взаимосвязанными данными у организации, с которыми проверяемая организация имеет хозяйственные связи. Данный прием исходит из того, что при совершении финансовых операций и хозяйственных процессов первичный документ составляется в нескольких экземплярах, а отдельные операции оформляются дополнительными документами. Все эти бумаги, как правило, прилагаются к отчетам материально ответственных лиц, что открывает возможность для встречной проверки, уточнения достоверности совершенных операций через сопоставление содержания одних и тех же документов, хранящихся в разных организациях. И следующий метод – это прием обратного счета, или мы их называем как обратная калькуляция. Это предварительная экспертная проверка материальных затрат с целью последующего определения обратным счетом, величины необоснованных списания сырья и материалов на производстве, определенных видов продукции, которые ко времени осуществления контроля в действии большей частью и полностью имеются в наличии на складах организации-изготовителя, либо у покупателей. Характеристика приема фактического контроля – это использование только приемов и способ документального контроля по существу, село бы последней к проверке бухгалтерских документов и учетных регистров, не предполагая всестороннее изучение всей производственной и финансово-хозяйственной деятельности организации. Инвентаризация – это определение фактических остатков денежных средств, материальных ценностей, расчетов на конкретную дату и сопоставление полученных результатов с данными бухгалтерского или налогового учета. В зависимости от субъекта выделяют следующие виды финансового контроля – это общегосударственный, ведомственный, внутрихозяйственный и общественный. В общегосударственном выделяется налоговый, бюджетный, валютный, таможенный контроль. Также финансовый контроль может быть предварительным, текущим и последующим. То есть предварительный – это когда перед выполнением финансового плана, текущий – это во время выполнения финансового плана, последующий – это после выполнения финансового плана, то есть это в конце, когда составляется, после составления финансовой отчетности предприятия годового. Общегосударственный контроль осуществляет виды органов государственной власти и управления аппаратом президента, парламент, правительство, а также местные правительственные исполнительные органы, такие как Маслихат и Акима. Объектом контроля для парламента выступают государственные расходы. Аппарат президента осуществляет контроль за деятельностью министерств, ведомств и других органов госуправления. Правительство осуществляет руководство и контроль их деятельности, осуществляет предварительный контроль в процессе разработки и рассмотрения идентикативных планов развития республики, затем проводит текущий контроль по их осуществлению. Все правительственные органы осуществляют финансовый контроль при ежегодном рассмотрении проекта соответствующего бюджета и отчета об исполнении на его сессиях. К общегосударственным органам относятся это Министерство финансов, Национальный банк республики Казахстан, местные финансовые и налоговые органы. Они осуществляют проверки во всех отраслях социально-экономической сферы и в области финансов. К органам общественного контроля относятся контроль профсоюзных организаций. Это ведомственный контроль, а ведомственный контроль, финансовый контроль осуществляет Министерство и ведомство республики управления, отделы местных администраций в отношении подчиненных им предприятий, организаций и учреждений. Внутрихозяйственный контроль осуществляется во всех формах, присущих финансовому контролю. Основными его методами являются проверки и ревизии. Внутрихозяйственный контроль в коммерческих структурах, таких как акционерное общество, частные предприятия, фирмы, биржи, банки и так далее. Осуществляет учредитель или собственник, а также по его поручению аудиторские фирмы. Задачи проверки. На этом все. Спасибо за внимание.